Основная цель Всемирного дня по борьбе с курением и приуроченного к этому дню декадника, на мой взгляд, я считаю, это обеспечение здорового образа жизни нашему населению. То есть, что можно к этому отнести? Это наша молодежь должна как можно больше заниматься здоровым образом жизни. То есть, это всякие развлекательные, спортивные мероприятия на базе наших спортивных организаций. На сегодняшний момент можно сказать, что благодаря нашему руководству, Акиму, неплохо, конечно, в этом плане у нас продвигается работа. Я имею в виду, что идет строительство различных спортивных площадок, дворцов, спортивного дворца. И молодежь как можно больше сейчас занимается, увлекается спортом. Это к тому, чтобы меньше было всяких сборищ во дворах, где, естественно, всегда не обходится без того, где молодежь начинает заниматься и увлекаться всякими вредными привычками. Я имею в виду, это курение, алкоголь, ну и, естественно, наркомания тоже. Вот это основная, на мой взгляд, цель Всемирного дня. Это обеспечить здоровый образ жизни. Естественно, еще через всякие средства массовой информации, через телевидение. Я так думаю, это цель этого дня, это больше население наше обеспечить доступно, доступно, так скажем, довести до населения, что курение, вредные привычки приносят большой, огромный вред нашему здоровью. Вот из этих двух основных показателей, целей, я так думаю, и мы можем в этот день подойти конкретно к каждому вопросу. На сегодняшний день в нашей стране, да и не только в нашей стране, и в дальнем зарубежье, в других странах, в более 25-30 лет рак легкого среди всех онкологических заболеваний занимает первое место. Более 6 миллионов в год умирает от рака легкого. Подсчитано медстатистами, что если не проводить какие-то профилактические мероприятия, не улучшать, не обеспечивать, так скажем, здоровый образ жизни, независимо, где бы ты находился, население, то к 2030 году эта цифра достигнет 8 миллионов. Почему я это говорю? Потому что одним из наиболее важных факторов, основным фактором развития рака легкого является это курение. На сегодняшний день возраста здесь нет. Сейчас курят и в более молодом возрасте, молодые ребята, девчата, так скажем, что курение омолодело. Если раньше этот возраст был 40, 49, 50, 59, то на сегодняшний момент больше и чаще отмечается у молодого поколения. Курение. Чему может приводить курение? Курение – это табачный дым, в котором более 4 тысяч вредных факторов содержится. И при каждом дневном, то есть длительном воздействии табачного дыма на слизистую бронхов, трахеи, происходит метаплазия. И на месте метаплазии развитие злокачественной опухоли при длительном воздействии. Тут еще я бы отметил не только курение, а еще и очень многое зависит от вида табачного, табака самого. То есть более дешевый, так скажем, третьего-второго сорта табак. Естественно, там и больше канцерогенов, там больше вредных веществ, и немножко и воздействие, конечно, другое. Сразу хотелось бы сказать, что обратиться к людям, которые более 40-50 лет курят, попростить, что один из методов, не методов, а один из, так скажем, вопросов профилактики, потому что человек, столько лет прокурив, он сразу не бросит курить. Но посоветовать и как лучше сделать, я хочу обратиться к ним и сказать, что длительно курящие люди хотя бы пусть не докуривают сигарету до конца, то есть хотя бы до половины. Потому что ближе к фильтру, ближе к самой сигарете, когда уже заканчивается, происходит более концентрирование, больше факторов вредных веществ, которые влияют на слизистую. Существует два, ну как, так скажем, два метода профилактики. Она называется первичная и вторичная. Первичная, она относится, ну как ее еще называют, гигиеническая. Она подразумевает в себе это взаимодействие как лечебных учреждений и государственных. Государство, самого государства в том, чтобы улучшить, например, качество жизни населения. Это улучшение качества работы людей в предприятиях с повышенным риском, где идет контакт с вредоносными веществами, с канцерогенами, так скажем. Вот, это вот один из метод профилактики первичной. Вот, вторичная, это она, так скажем, это как медицинская. Это нам, медикам, необходимо как можно больше, как можно раньше выявлять больных с фоновыми и предраковыми заболеваниями. Люди, есть, это вот таковое название, как вот группа риска. Кто в нее входит? Это, на сегодняшний момент, это курильщики более 30 лет. Все курильщики более 30 лет, независимо на сегодняшний момент, они больные, жалуются, не жалуются, они входят в группу риска. Потом, значит, люди, которые работают в предприятиях с вредными и в контакте с вредными веществами. Вот, тоже длительно работающие, они входят в эту группу риска. Люди, пациенты, которые болеют различными хроническими и специфическими заболеваниями легкими, к ним, к которым относятся, это малые, большие, остаточные изменения после перенесенного когда-то туберкулеза, пневмосклероза, хронической обструктивной болезни легких, затяжных пневмоний, долго лечащих, хронических бронхитов, часто обостряющихся. Вот эта категория людей, кто страдает этим, они входят в группу риска. Люди, входящие в группу риска, на сегодняшний день должны проходить обследование два раза в год. Это рентгенологическое обследование обязательно по месту прикрепления. При выявлении симптомов, это как кашель, одышка, боли неясного характера, это инструментальные методы исследования, это различные, это как февробронхоскопия, исследования бронхофтрахеи, это компьютерная томография на сегодняшний день, доступные методы, ну и различные лабораторные инструментальные методы. Может быть вы слышали о электронных сигаретах. Буквально вот идешь по городу и видишь, как молодежь имитирует курение с помощью электронных сигарет. Я, например, мое мнение такое, что это не способ и не метод того, что человек, если сейчас длительный курящий человек перейдет на электронный сигарет, он бросит курить. Нет. Мои друзья есть, которые курят, родственники, и попробовав эту электронную сигарету, это, конечно, не производит тот эффект, от которого якобы, когда изобретали, хотели достичь этого результата. Он не достигается. Единственное, это, я считаю, это хотя бы уменьшить число выкуриваемых сигарет. Это, ну, длительно курящие люди, это как в среднем, это пачка в день. Ну, хотя бы с каждым, там, каким-то сроком, там, неделю, там, или полмесяца. И доходить до того, чтобы по минимальному, можно хотя бы 2-3 сигареты дойти до 2-3 сигарет в день. И презероваться хотя бы этого. Потом, конечно, надо учитывать сорт сигарет обязательно. Это тоже очень немаловажный фактор. Стараться избегать каких-то различных воспалительных заболеваний, хронических воспалительных заболеваний. Не переводить, то есть, острые какие-то заболевания воспалительные в хроническую форму. Потому что, ну, естественно, страдает иммунитет. Вот. Все это затягивается. И плюс воздействие канцерогенных веществ, это вредных, я имею в виду, тамачевого дыма. Это как раз и приводит к тому, что потом уже тяжело бороться и достичь того эффекта, который хотелось бы достичь. На сегодняшний день скрининговый такой, само, как при других различных онкологических заболеваниях, я имею в виду, рака, желудка, пища, вода, там, печени, предстательность железы, есть определенный скрининг. Скрининговые обследования. Группа людей, входящие по возрасту, попадающие в скрининг, они обследуются. А при раке легком на сегодняшний день пока еще ни у нас, ни в России, ни где-то еще нет скрининговой программы. И мы просто теперь как бы всегда стараемся донести до населения, обследоваться не менее двух раз в год. И тогда мы так думаем, мы считаем, что намного мы снизим саму заболеваемость, а заболеваемость с раком легкого и смертность у нас стоит на первом месте. Естественно, если мы выявим заболеваемость, то у нас в дальнейшем и снизится смертность от рака легкого. В сегодняшний день у нас население имеет прикрепление к лечебному учреждению, то есть свои поликлиники, в которой на сегодняшний день, я могу сказать, имеется все необходимое медицинское оборудование и штат, которые могут оказать ту первую необходимую помощь. медицинское оборудование. естественно, если человек почувствовал какое-то недомогание, слабость, кашель, боли, похудение, непонятного генеза, от чего, почему худею, он в первую очередь должен обратиться по месту прикрепления, по месту жительства. В каждой поликлинике имеется ответственный по онкослужбе. Вот врач, которому, естественно, этот пациент больной и поступит. Ну и уже по всем необходимым методам обследования, которые ему будут назначены, которые он пройдет, и если там что-то будет выявлено, что больше будет уже относиться к онкозаболеваниям, патологии, то тогда эти больные направляются к нам в онкодиспансер. Если это только на каких-то выявлениях, как я уже говорил, фоновых, предраковых состояниях какое-то, если выявлено, то тогда это все лечится и обследуется, лечится на своем уровне, то есть это в поликлинике, амбулаторном и стационаре. В нашей области, в североказахстанской области, из всех регионов, ну где-то, можно сказать, 90% рак легкого занимает первое место. Есть регионы, я имею в виду у нас в Казахстане, где на первом месте там стоит рак молочной железы, рак кожи, но именно наша североказахстанская область и большинство регионов в Казахстане рак легкого занимает первое место в течение более 30 лет уже. Первое, это кашель, так скажем. Кашель, он немножко такой надсадный, и, естественно, если никаких мер не предпринимает, то есть я имею в виду в плане лечения, то потом со временем кашель переходит в кровохарканье. Только если человек почувствовал себя плохо, появился у него кашель, не понятно из-за чего и почему, вот, и он не проходящий, а больше еще и ночной кашель, а потом еще переход в кровохарканье, это уже тревога, это надо бить тревогу и обращаться к врачам, к медикам, чтобы дообследоваться и вовремя принять какие-то лечебные мероприятия. Существует три периода развития рака легкого, то есть, ну, заболевание, связанное с органом дыхания. Это доклинический, то есть, когда у человека, например, развивается какое-то заболевание, ну, рак легкого, развитие рака легкого, но никаких проявлений человек не ощущает и только выявляется на, при каком-то профилактическом осмотре, при флюорографии и при рентгене и выявляет какое-то изменение в легком, но никаких жалоб, ничего нету. Это вот доклинический период. То есть, конечно, на этом уровне, на этом периоде сам больной не знает и мы, медики, конечно, только выявляем при рентгенобследовании, так скажем. Клинический это когда уже с выявления рентгенологических признаков, то есть, уже мы выявили, но никаких симптомов пациент не предъявляет, не жалуется ни на что. И третий, когда уже на фоне мы имеем рентгенологические изменения и больной начинает предъявлять какие-то определенные жалобы. Вот вот эти три фазы, так скажем, развития рака легкого и вот мы должны как можно раньше попасть в одну из этих фаз хотя бы на второй, то есть клинической и заниматься лечением, может быть, даже еще и профилактикой. Чем раньше мы выявляем заболевание, тем процент излечения выше. Вот если на сегодняшний момент существует три метода лечения, так скажем. основной это хирургический и консервативный лекарственный то есть это химиотерапия и облучение лучевая терапия. естественно поэтому если мы на ранней стадии выявляем заболевание то есть какое-то образование или какой-то очаг в легком вот мы проводим основной метод хирургический удаляем первичный очаг и производим долечивание больного лекарственными препаратами. это излечение можно сказать стопроцентное. Когда больные у нас проходят запущенные формы то есть уже как я сказал запущенные то тут конечно уже процент излечения совсем другой и но есть надежда на то что человеку можно продлить жизнь. Музыка 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 Музыка